Чукак, зрители, это Гагатун, и давайте поговорим с вами о драме, потому что это одна из тех тем, которые часто всплывают на моем канале. Драма, что же это такое, и почему же я периодически записываю о ней видео, потому что часто пишут мне такие, эй, Гагатун, что ты лезешь в эту тему, что ты лезешь в другую тему, чего ты хочешь добиться, высказав там свое мнение относительно одной вещи, другой вещи. И я решил, что я в этом видео на все это отвечу. То есть я, конечно, понимаю, что вы через месяц опять все это забудете, и мне надо будет записывать еще одно новое видео. Но так или иначе, давайте с вами я попробую сегодня на эту тему побеседовать. Почему, например, я записал видео про Вилсаком? Ну, я уже объяснял в самом видео последнем, что у меня в свое время произошла такая ситуация 5 лет назад, когда моя партнерская программа не хотела выплачивать мне денег, и из-за этого я был вынужден открыть второй канал. И я пару роликов записал о том, какая у меня была ситуация с партнеркой, чтобы предупредить людей не переходить на эту партнерскую программу. И меня в свое время тогда никто не поддержал почти, один-два человека что-то написало. То есть из ютюберов меня никто не поддержал, но меня поддержали мои зрители. В то время как многие ютюберы писали мне такие вещи вроде как, что ты типа ноешь, в общем-то, вообще зачем об этом разговаривать, ну потерял деньги, и что такого, никакой типа в этом разницы не было. И это меня задело то, что никто не вступился за меня на тот момент. Я должен был разбираться со своей вот этой кривой партнерской программой сам, и так я с ней по-настоящему не разобрался. Это одна причина. То есть я записываю видео на своем канале, я записываю драму, которая мне интересна. Мой канал это не драма 24 на 7, да, я не выкладываю каждый день какие-то новости, какие-то разговоры. Мне неинтересно разговаривать об этом каждый день, но время от времени бывает такая тема, которая мне кажется интересной. Иногда мне интересно обсудить какой-нибудь трейлер, иногда мне интересно обсудить какую-то новость, иногда мне интересно просто поиграть в игру и выложить какой-то геймплей из этого. И я не думаю, что нужно как-то разграничивать это и говорить О, это драма, теперь Гогатун записывает только драму в таком духе Я не виноват в том, что люди, которые смотрят драму И приходят на мой канал и смотрят здесь только драму И потом пишут, почему ты записываешь только драму Потому что это вовсе не так Поэтому, надеюсь, это ответит на какую-то часть вопросов, которые вы задаете Ролики про драму продолжат выходить на моем канале И черт, если будет много хорошей драмы, то я буду выкладывать ее каждый день И она мне будет вся интересна Поэтому здесь вообще дело не в этом То есть не в том, что в каком-то хайпе или еще в чем-то Это просто то, что мне на тот момент было интересно Если мне есть что сказать о конкретной какой-то новости или еще о чем-то То я об этом непременно скажу и запишу видео К тому же, на мой взгляд, на ютюбе очень мало компетентных людей На ютюбе очень мало компетентных людей, которые обозревают вообще какие-либо новости И особенности драму То есть вот эти драма-каналы, которые у нас есть Которые реально выкладывают 24 на 7, все это дерьмо Они не очень-то понимают, о чем они говорят Ну, допустим, например, мы возьмем канал Немагии Где вот у них на основном канале, может быть, иногда выходят интересные и смешные ролики Конечно, в последнее время мне смотреть и на основном канале даже Немагию Как-то неприятно, потому что у них все просто залито этой рекламой И везде эти аннотации с рекламой И вообще чувствуешь себя грязно То есть на канал Немагии заходить как-то даже опасно без отблока Потому что откуда-то постоянно всплывают эти аннотации, которые просто бесят Но все-таки ролики сами по себе, в них есть какой-то контент В то время как на втором их лайв-канале Они вообще выкладывают полный мусор Несмотребельный, неинтересный И который никто из них ничего не читал, ничего не исследовал Создается ощущение схоманного телефона Что кто-то им на стриме что-то рассказал И вот теперь они сидят и с каким-то пальцем гнут Рассказывают это на своем канале Что вы этого сука бил сакома Он мне еще, блядь, со школы Макгаффина со своими, блядь, сидел там и вонял жопой своей А мне он недавно написал Че он написал? Хочет предложить сотрудничество от крупных компаний Да? Блядь, хороший человек Подожди, что-то я это... Может быть я переборщил, а? Но этот кабельщик охуел, блядь Его нормально попросили, блядь, в видосы Я вообще не знаю зачем, кому это нужно Ну кроме Немагии, конечно, которые деньги получают, опять же, с рекламы на этих видео Но я здесь не для того, чтобы что-то говорить про их стратегию денежную Всем нам нужно зарабатывать деньги И если они думают, что я собираюсь опять считать их деньги То дело вовсе не в этом Мне просто не нравится то, какой они подход лицемерный в этом плане выбирают Точнее не лицемерный, а совершенно беспринципный Говоря о людях, которые тоже ничего не читают перед тем, как записывать видео Например, есть Фостерс Который историю с Вилсакумом переврал так Что мама не горюй Я, конечно, понимаю, что, возможно, ему просто страшно упоминать моё имя в своих роликах И он поэтому так как-то хреново рассказал всё это Просто чтобы не упоминать моё имя или ещё кого-то Фостерс просто, ну, полный, просто клинический идиот Он вообще ничего не может рассказать правильно Всего постоянно перевирает И новости он читать не умеет Короче, человек, ну, просто катастрофа Но, в принципе, для людей, которые реально смотрят его видео И их смешат какие-то картинки, которые вылезают время от времени на экране Наверное, для них и это сойдёт Потому что какая разница Но, в принципе, тоже Человек какой-то недалёкий И смотреть его мне лично неинтересно И, я не знаю, мне часто пишут о том, что я какой-нибудь ролик запишу И он что-нибудь запишет Ну, новости-то всегда одинаковые Просто вот именно кто-то пытается хотя бы Я лично, когда я записываю какие-то видео Ну, я как минимум прочитаю все связанные с ними новости Ну, не все, может быть Но несколько разных статей С разными точками зрения Мне кажется, что нельзя вот так вот просто говорить Всё, что тебе придёт в голову Потому что это интернет И кто тебя тут будет мониторить Кто будет тебя осуждать То есть тебя будут осуждать Но, в принципе, гораздо больше тупых людей, чем умных Поэтому, в конечном счёте Даже если тебя будут осуждать По каким-то другим совершенно более тупым причинам Ну, и раз уж мы заговорили о людях Которые не умеют делать собственный контент И не умеют читать И правильно подавать свои новости Так называемые, драму То остался ещё один человек Которого я хотел бы упомянуть Это Лерой Чисто из-за того, что мне о нём писали На одном из моих последних роликов Я посмотрел, что это вообще за чувак И кто он вообще такой Чем он занимается Оказалось, что это копия чувака По имени Лифи Из американского То есть западного ютуба Лифи из Хир Про которую я говорил В одном из своих роликов Так вот Вот этот Лерой Он полностью его копирует То есть От и до Этот человек Просто копия Это даже не смешно Как же они меня уже заебали Йо, всем привет, друзья, и дабы пожаловать на совершенно новенькое видео Let's just get right into this shit Па-па-па-па-па-па Ииии Па-па-па-па-па Погнали Он своровал полностью Свою интеру Он полностью своровал стиль И чудо не копирует Одни и те же фамнейлы Для своих видео Походу он не совсем понимает Английский И поэтому он перевирает Половину своих историй Которые он рассказывает На своем канале И вот Скажите мне Где же качественный Драма-контент То есть Его никто не делает Поэтому пока его никто не делает Пока нету людей Которые Сделают лучше Я время от времени буду записывать Какие-то Свои ролики На эти темы Потому что Мне лично Это интересно Я не смотрю Ни Лероя Я не смотрю Ни Фостерса Ни Магию Просто потому что То есть Если они конечно Не упоминают меня Там Или не упоминают темы Которые были на моем канале То я туда не захожу Потому что Мне это не интересно И Я думаю Что есть много людей Которые тоже Не смотрят эти каналы И которым Интересно Будут посмотреть У меня Надеюсь Что я достаточно Подробно Об этом рассказал Потому что Я в свои Драма-ролики В принципе Вкладываю Достаточно много Сил Ну когда я записываю Иногда немного Иногда Как получится Но все-таки Я стараюсь Не записывать ролики От балды И говорить Все что мне Такое Боб Давайте поговорим Про какую-нибудь Шлюху Которая Трисла сиськами Ее забанили Пять раз На Твиче И об этом Есть ролик И как какой-нибудь Пайра Синикова Буду говорить О том Что ой Блин У меня Депрессия Я убью себя Сейчас Если вы не подпишетесь И не поставите лайк Моему ролику То есть Я бы мог бы Сидеть Да и копировать Например Пайра Синикова И каждый его ролик Или еще кого-то Но Это не то Что мне интересно И Это не то Чем я здесь Занимаюсь Если вы Видите Какие-то Аналогии В моем Контенте С чужими Западным Каким-то Контентом То В принципе Флаг вам в руки Можете продолжать Так думать И можете Продолжать Задавать Мне вопросы Зачем же Я записываю Все эти ролики Но Опять же Потому что я хочу Потому что я могу И идите Жопу А на этом Пока что Конец Этого ролика Я надеюсь Что вам было интересно Послушать меня И посмотреть Если вы тут Первые То не забывайте Подписаться На этот канал Оставить комментарий Поставивайся Сверх И так же Порекомендуйте Этот канал Друзьям Потому что я Всегда Рад вам Подписчикам Конечно На этом Все Пока Увидимся В следующем Ролике Пока Я убил Комара Нет Он улетел Вот Сука Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова